Всем привет! Очень грустно, когда любимый артист уходит в мир иной. При таком раскладе новых лайв-концертов явно не предвидится. Правда, в последнее время все чаще в интернете можно увидеть объявление о гастрольном туре группы Нирвана в полном составе или афишу о приезде самой Эми Вайнхаус в небольшой провинциальный городок. С изобретением голограмм выступления покойных артистов стали привычным делом. Кто стоит за этим бизнесом и на какой концерт легенды можно попасть в ближайшем будущем? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в этом видео. Спустя пять лет после своей смерти Михаил Горшенев снова вышел на сцену. Именно такие заголовки можно было встретить в 2018 году. Летом состоялся грандиозный концерт, приуроченный к 30-летию легендарной группы Король и Шут. На сцену вышел Андрей Князев и Александр Балунов. Они отыграли два часа, а после к многотысячной толпе вышла голограмма горшка. При появлении компьютерного изображения зал взорвался. Электронная копия исполнила голосом Михаила всего три песни. Однако для фанатов этого было достаточно. Многие после выступления обвинили князя в желании нажиться на имени своего друга. Однако тот сразу дал понять, что своим поступком хотел, цитата, почтить память друга, которого трагически не стало пять лет назад. Перенесемся на запад, где год спустя отгремели концерты двух легенд 80-х Фрэнка Заппы и Роя Орбисона. Первый стал культовой фигурой в мире прогрессивного рока, а второму принадлежит самая популярная версия шлягера Pretty Woman, который нашел отражение в фильме Красотка с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Оба покинули этот мир еще в прошлом веке, однако их цифровым копиям это не помешало собрать солидную кассу в США, а также части Старого Света, которая застала своих кумиров, выступающих на полных стадионах. Мода на воскрешение не смогла обойти и короля поп-музыки. В рамках церемонии Billboard Майкл Джексон вышел на сцену, где исполнил свой хит 90-го года. Зрители были в восторге, а промоутеры шоу получили не только новую цифровую версию сингла, но и шикарный клип при поддержке Вэва. Видео с голограммой Майкла набрало свыше 87 миллионов просмотров, затмив собой номера основного представления. Безусловно, культовая персона для всей хип-хоп-индустрии. Тупак Шакур воскрес ровно через 16 лет после своего убийства. В рамках популярного музыкального фестиваля была презентована его цифровая копия. По словам представителя корпорации, которая создавала электронную модель, специалисты не использовали старые видеозаписи с участием исполнителя в качестве основы для голографического образа артиста. «Это не архивные кадры, это просто иллюзия», заявил пресс-аташе. На этом фестивале голографический Тупак Шакур исполнил вместе со Snoop Dog'ом и Доктор Дре всего две композиции. Задолго до презентации 3D-горшка на сцену в Петербурге выходила трехмерная копия Виктора Цоя. Компания Йота к 50-летнему юбилею музыканта создала уникальный проект, который позволил поклонникам увидеть кумира буквально на расстоянии вытянутой руки. Исполнив сингл групп по крови, цифровая версия голоса поколения на публике больше не появлялась. Причин несколько, но главное – мнение самих участников группы кино. По их словам, голограмма получилась неудачной, неживой, скованной и с неестественно запрокинутой головой. Больше Йота на подобные эксперименты не решалась. Наверное, никто не будет спорить, что Уитни Хьюстон обладала потрясающим голосом и роскошной внешностью. Ушла она из жизни рано, на 49-м году жизни. Однако ее творчество до сих пор продолжает жить. И речь даже не об альбомах, которые до сих пор продаются огромными тиражами. В феврале 2020 года ее голограмма дала первый концерт в рамках мирового турне. За организацию взялась компания, деятельность которой публично поддержала Кристина Агилера. «Мы создаем новый тип театрализованного концертного опыта, призванный запечатлеть волшебство», заявили в офисе корпорации, которая в свое время уже пыталась воскресить Билли Холидей и Марию Каллас. Создавать реалистичные модели в виде голограмм могут не только крупные компании. В мае 2019 года в рамках шоу «Песни на ТНТ» реинкарнацию пережил Кирилл Толмацкий, известный широкой публике под псевдонимом Децл. Уйдя из жизни в 35 лет, он оставил после себя ряд хитов, на которых росло поколение нулевых. Дабы увековечить его память или же просто отвести душу, Тимати совместно со своим подопечным перепели легендарный сингл «Мои слезы». В течение трех минут зрители смогли увидеть юного Децла и его повзрослевшую версию, которая под куплет Тимати растворилась в темноте. Перформанс получил неоднозначные отзывы. Больше всего досталось так называемому другу детства, который не пришел на похороны, но добавил еще пункт в копилку хороших поступков. «Прости, что не пришел к тебе на похороны». «Я выдохнул вроде, но как-то не легче. Все уже поздно и не будет как прежде». Семь минут счастья и миллионы долларов – так можно описать участие Изи на фестивале Rock the Bells в 2013 году. Подаривший внешность райдеру в GTA San Andreas, рэпер исполнил всего пару композиций, полностью окупив затраты на свое производство. Еще до начала концерта он фигурировал на афишах, массово привлекая публику на стадион. Уйдя на самом пике в 30 лет, он до сих пор почитаем в США, особенно у темнокожего населения страны. В новогоднюю ночь для жителей Поднебесной был приготовлен настоящий сюрприз. Перед ними выступил легендарный Джон Леннон, вернее его голограмма. Она исполнила песню совместно с казахским исполнителем. Пара отлично дополняла друг друга, а местная публика установила рекорд, ведь концерт транслировали в прямом эфире. Это было первое появление одного из битлов после кончины. Однако дальше разового шоу дело не пошло. В июне 2016 года крупный промоутер и специалист по голограммам объявила о подписании эксклюзивного контракта на разработку виртуальных образов пресли, чтобы показать артиста в разные периоды жизни. Идея была свернута, правда это не помешало шоу American Idol устроить невероятное представление. Благодаря имеющимся наработкам и специалистам они смогли сделать дуэт Элвиса с Селин Дион. Вышло очень даже неплохо, особенно если учесть качество полученной копии. В заключении хочется сказать, что к использованию голограмм прибегают порой и сами артисты. Таким приемом не брезговала Мадонна, а Гориллас так и вовсе рисовали свои 3D-силуэты до того, как это стало мейнстримом. Уже сейчас в разработке голограммы Юрия Хуэ и Егора Летова, а на Западе вовсю пытаются воссоздать полноценную копию Эми Уайнхаус, из-за чего уже разгорелось несколько крупных скандалов. Подобные концерты в ближайшие пару лет станут для нас привычным делом, однако вопрос, как к этому относиться, до сих пор остается открытым. Все упирается или в финансовые возможности организаторов подобных шоу, или в порядочности коллег, покинувшего мир музыканта. Ведь тот же золотой состав группы Queen пригласил на место солиста другого человека, частично сменив название проекта. В общем, тема открыта для дискуссий, так что добро пожаловать в комментарии. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем хорошего настроения и удачи!